IT-специалистов. В случае, мне нравится проводить аналогию, если мы, допустим, аутсорсеры или IT-специалисты, которые строят, что-то мы производим, если мы производим здания. То есть мы производим продукты, которые потом будут ходить люди, жить люди. Вот, наверное, если бы я не стал политичником, не стал программистом, я, наверное, стал бы архитектором. Потому что, наверное, это классно. Ты рисуешь какую-то схему, рисуешь какие-то проекты, думаешь, а потом ты ходишь в этом проекте. И программисты в этом плане похожи. Мы тоже что-то создаем, а потом, ну, говорит Кэти Борисович. Кстати, есть такие люди, которые пользуются с вами своим продуктом, которые вы разрабатываете? Нет? Есть, два тысячи, два человека. В Excel и написали сфермы. Бывает такой вариант. Проводя аналогию с продуктами, это те люди, которые создают продукты и потом знают, что с этим зданием будет происходить. То есть, будет ли это здание иметь смысл? Будет ли там СНХ, которое там строится, то вот, приноси деньги. И те люди, которые понимают лучше бизнес-составляющую, они на рынке будут цениться больше. Или те люди, которые очень классно разбираются в каких-то уникальных моментах. То есть, мы знаем, что есть различие образования западного от восточного, да? В Европе, постсоветская и запада, да? Там, где у нас есть такое более фундаментальное знание, у них там более специализация. И вот те люди, которые обладают некими специальными знаниями, за них также будут платить больше. И в этой области спец, как приведу, какие-то понимания очень сложные архитектуры, отличие технологических причин, для этих понимания предметной области тоже формируют вашу стоимость на рынке. И в случае спартапов, в любом случае, вам нужно понимать, для чего вы делаете, как на этом будут, в конечном случае, приноситься деньги. То есть, да, мы знаем, есть варианты на рынках. Когда запускался YouTube, не совсем понятна была монетизация. Когда запускался Google, не совсем была понятна монетизация. Но вот такие глобальные проекты, в них можно принести единицы. Основная идея стартапов, любых продуктов, которые вы разрабатываете. То, что нужно понимать, как на этом будут получать деньги, и вот в этом бывает сложность как продуктов стартапов. То есть, я имею в виду, что быть специалистом не достаточно, нужно немножко еще понимать бизнес. И для этого нужно быть просто, не знаю, любитных, что ли. И, так или иначе, чтобы сделать стартап и запускать свой проект, опять-таки, вот был вопрос там из студии, можно ли отсурсинг-компания запускать свои проекты. И тут вопрос, что нужно, чтобы у вас что-то получилось, в принципе, вообще даже, чтобы у вас в жизни получилось что-то лучше, чем у других, то нужно прикладывать усилий больше, чем у других. То есть, с полпинка у вас ничего не получится. И, ну, в разных стартапах нужно понимать, что, ну, есть представление, вот я что-то сделаю, суперидею, мне за ней дают много денег, и я сразу стану богачок, тоже тут не вариант. То есть, нужно, ну, мое мнение таково, что, ну, я сам запускал несколько там проектов, и, в принципе, вот из-за того, что все равно больше времени уходило на пост в отсурсинг-компании, ну, с этого ничего не получилось. То есть, нужно полностью третий Рубикон, сжечь мосты, и вот тогда что-то получится. Поэтому нужно это тоже начать. И вот просто по той информации, которой я обладаю, где-то 9 из 10 компаний ассорсинг-компании выживают. Сейчас я знаю буквально, ну, у нас есть клуб владельца поти-компании в Харькове, я даже присутствую на конференциях встречах. Очень мало компаний, которые прогорели из ассорсинг-компании. И вот, не знаю, как много ваших знакомых стартаторов, которые вышли на эту плавность? Сейчас. Поднимите руки, молодец. Такие знакомые. А у других знакомых или стартаторы, которые сейчас делают свой проект? Ну, чуть больше. В отношении к 4-5 каналам. Если мы говорим про создание софт-бизнеса, то, ну, как минимум анализ звучал, а ассорсинг или более правильная разработка на заказ, она более реальна. Кстати, здесь кто запускал свои проекты? Стартапы. Да. И какой из них проектов хотя бы 1 доллар принес, так, чтобы было удобно. Есть проекты. Есть у вас хороший вариант. Если вы про 1 доллар. Да, 1 доллар. Ну, на самом деле, мне кажется, это тоже хороший начало. Первый доллар уже понимаешь, что… Да, 1 доллар все-таки не может звучит. 1 доллар не звучит, да? Главное, что плюс. Главное, что плюс. Нет, я считаю, что вообще, если вы поняли, как в этом бизнесе получать прибыль, то дальше будет вопрос наращивания. Хотя, какой ценой? Может быть, вы потратили на контекст, там, тысячи долларов, и прибыль этого клиента на 1 доллар? Это тоже вопрос. Ну вот, когда я с вами делал… Если мы говорим вообще про аутсорсинг как бизнес, то, грубо говоря, что может… Какой проект, какой бизнес может создать, там, среднестатистический, белорус или украинец, да? Какие вообще бизнесы можно создать, в принципе? Ну, от воды мы люди выпадили в 7 нации. Самые умные, самые красивые. Бензин можно продавать. Можно бензин продавать. Больше! Можно у нас в Украине регулярно обвозить сигареты через границу. Не, я же плохой бизнес. Плохой бизнес, да, опасный. Бензин лучше. Какие еще и крищи бизнесы можно создавать, в принципе? А, бенула, бенула, или хорошо, еще что? Какие в Миндейском языке? Какие в Миндейском языке? Кафе, там, можно купить. Моя знакомая тогда открыла там швейницы. Есть люди там открывают там интернет-магазины, очень популярные, и так далее. Ну, удобно. Пайфамакерские. На Украине можно второе не сделать. Хороший будет бизнес. Ну, на Украине, да, не покупаем. Я думаю, что помкарма очень сильно пользуется от этого. Ну, это только раз. И я пытался сравнить его. Я думал, чем это отличается. Я сам стою в клубе для открывателей. Чем отличается бизнес? В отличие от строительства дорог, я не знаю, как бензина, то есть это можно стартовать без стартов капитала. То есть так и начинал я, и все владельцы компании, которые я знаю, да, можно накопить какую-то подушку безопасности, но вот это не нужно открывать завод или швейный цех, как покупала моя знакомая. Вторая проблема очень большая в Украине. Не знаю, как она в Беларуси. Но идет очень много реакторских захватов. Знаете, да, Штек? Да. Не нужно объяснять. Недавно у нас была Global Logic в компании, тоже там, что у нас страшная девица приходила. У нас все еще говорится. И в данном случае украинское правительство еще не поймет, что с этими аутсорцирами делать. У нас сейчас это 2-3 миллиарда в год обороты. То есть это уже где-то 3-4-5 процентов оборотов Украины. при этом на самая большая отрасль бюджет-образующая – это металлургия. То есть сейчас мы где-то 10% от общего бюджета. Грубо говоря, что по некоторым прогнозам мы скоро станем самым большой бюджет-образующей областью в Украине лет через 5-7. Но правительство все еще не понимает, как нас доить, как нас использовать, как нам подойти. И про правительственные регистраструктуры тоже не понимают, как нас захватить, потому что как нас контролировать. Потому что в принципе можно разбежаться по домам оттуда програнировать. Есть несколько российских компаний, с которыми я работал, они просто в Тайланде у нас переехали. Это не только их причина, может быть, зиму не любят, российскую. Я вижу, она у вас суровее, чем в Украине. Ну такая же. Такая же. Мы еще зиму не видели. Я в презенте песни про Иванушке «Дополинный пух. Жара июнь». И, наконец-то, это непонятная песня. У нас «Дополинный пух» в Марии. В Иванушке «Дополинный пух». Или в июне, но не в июле. Поэтому, в данном случае, это более безопасный бизнес. Низкие риски. Самый большой риск – это кассовый разрыв. То есть, когда приходят владельцы компании, самая страшная дата, у меня это 13-15 число, что нужно выплачивать зарплату. Для программистов самое приятное, а для меня самое страшное. Потому что, если у тебя нет бюджета, ты смотришь в эти голодные глаза. Слабого. Сейчас у меня не было задержки. Но недавно я занимал одного товарища, у которого был кассовый разрыв. Но все равно, максимум, что можно влететь – это 2-3-4 зарплаты ваших сотрудников, которые вы можете пойти на работу и отработать. Не может сгореть весь бизнес. Да, может быть, некоторые заказчики задалживались за 2 месяца за команду на 7 человек. Это приходилось как-то отбивать из бюджета. Но все равно подписки гораздо меньше, чем могут наехать, отобрать хоть ларек на рынке или еще чему-то. В данном случае безопасность – это лучшие проекты. В зависимости от заказчика… В каком-то смысле заказчики часто зависят. Если начали ваш проект, если вы начали для них что-то разрабатывать, и уже от 70%, то им сложно от вас уйти или от поддержки. То есть такое в других бизнесах обычно, я бы сказал, меньше. И что очень важно, я буду сегодня показывать статистику, что рынок растет на подъеме. Есть такая фраз, я писал ее в промоции, что на приливе все лодки всплывают. Сейчас ежегодно рынок IT-услуг растет на 20%. То есть даже не очень компании так же могут пользоваться заказами, работать. Даже при плохой репутации все равно будут заказы какое-то время. Но, естественно, не бывает худа без добра. Правильно я говорю? Добра без худа. Есть у нас большая проблема. В Индии еще большая. У нас текучка 20%. Скажите, у вас на вашей работе за последний год, у кого ушло меньше 10% сотрудника? То есть только каждый десятый сотрудник ушел? У кого ушло каждый пятый сотрудник? То есть каждый пятый сотрудник ушел? Или непонятно говорю? Понятно. У всех текучков получается больше 30%. Я думаю, что неправильно смотрю вопрос. Но где-то так. И сейчас моя подруга работает AdHunter в одной компании. И она говорит, что каждому программисту, и каждому из вас, если вы специалист, вам в день по 1-2 HR пишут, да или нет? От сезона до сезона до сезона. От сезона до сезона. От сезона до сезона до сезона до сезона. Ну как это? Конец лето, начало осень. Соответственно переход с лето. Так вот моя подруга рассказывает, что вот эти люди, которые особенно пользуются спросом, они когда действительно хотят сменить работу, они всех хаткантеров добавляют в один общий чат. Что-то мне тут грустно, а жёстко же. Там такое начинается, не знаю, как они там. С этим приходится иметь дело. Если на рынок переговорит, в Индии я слышал, там ещё выше переход. Опять же, как заказчики часто зависят от нас, так и мы зависим от заказчиков. Скорее всего, в вашей компании, тоже брейдзеппоретта никто не отменял, есть 1-2 заказчика, которые формируют 80% бюджета вашей компании. Когда у вас с этим заказчиком, когда у меня со своим заказчиком были сложные переговоры, по первой причине ушёл ключевой сотрудник, то у меня было несколько обессонных ночей, потому что ты понимаешь, что ты от человека зависишь. Этот фактор тоже. Но как с ним можно бороться? Дiversификация. Я знаю дiversификация, я узнал тут как два года назад. Ну и уже после этого. Задержка проекта на фиксель прайса. Если вы берёте проект, я тоже рассказывал, что я был где-то в Китае, я общался тоже с некоторыми сети-компаниями, ездил у них в IT-сектор, и мне рассказывали, не знаю, правда или неправда, что у них только 20% проектов задерживаются. Я не знаю, правда или неправда. А? Скрываются стальные. Скрываются стальные компании. Я провожу иногда консультации для других компаний. Неожиданно ко мне постучался один ассорсер из Казахстана. Не ассорсера. Слово ассорсера на самом деле и разработка на заказ. Я провожу параллели. У меня это синонимы. Так вот, у них там за срыв сроков реально садят в тюрьму. У них основные заказчики государственные, поэтому у них подписываются договоры. Если сейчас между моей компанией заключается, мы, допустим, работаем с голландскими заказчиками, с американскими, то в случае, если у нас нет договоров, то никто не пойдет в суд, потому что сдержки будут более крупные. А когда ты работаешь на государственной компании в Казахстане, то риски более высокие. Тем более, что если ты проект задержишь хоть на один или два, то, соответственно, это вызывает какие-то последствия, что даже с теми компаниями, с которыми ты общаешься, с ними никто не будет заказывать. То есть там очень-очень сурово. Как Саудовская Аравия с проявлением чего-то завязывать. Как они не разбираются? За чего? За чего? Да. Там все очень, как я вам рассказывал, там все очень просто, в плане, что там создается техническое задание, оно прописывается, никакого agile, никаких требований, государственных органов, полгосударственных выбирают. Естественно, как они с этим борются? Во-первых, они закладывают там X4, наверное. X4 дополнительные зазоры. Соответственно, бюджеты такие, что они обычно вступают в два раза меньше срок, даже при задержках, которые идеальны. Это и помогает. Но если мы говорим про вашу компанию, то задержка на 20-30% проекта на fixed price часто ставит вопрос о сравнительности, прибыльности этого проекта. Понятно? Потому что ваши разработчики на ставке, они как бы не сильно... То есть в этой ситуации только потеет владелец компании, которая, опять же, 13 числа, у нас теперь голодные глаза. В риск разработчики, сотрудники, они на эту тему меньше мнения переживают. Вопрос, как мотивируете? То есть с этим тоже нужно работать. Есть эта мысль. Типингующие регионы. Так же никто не отменял, если вы работаете мыслью. Моя компания так же получает заказы с тендерных площадок. Ulan's and Desk тоже не отменял. Там тоже бывают заказы. То есть естественно, что регионы, пакистанцы, индусы, превалируют на 80% людей с индусскими флагами. Которые так же уменьшают ответ. Рейтри, об этом тоже будем говорить, что с этим делать. Обещанная статистика. Вообще уровень IT-услуг. Если вы наберете слово. Я всегда занимаюсь сферой IT-услуг. Наверное, большинство здесь IT-услуг понимает разработка программного исчезда свечения. В наших ругах так и нет. IT-услуг это... Вы не обижены. Классические преподатели понимают системные администраторы. Которые поддерживают отсоснение IT-системы. Правильно я понимаю? Да. Разные варианты бывают. Здесь вот именно про комплексные IT-услуги. То есть с 2009 по 2014 год это по прогнозам, собственно, до тех дорогих отчетов, которые попали в Европу. То есть увеличился с 30 до 40 миллиардов. То есть это вот рост на 30-30%. Ну и опять же это во время кризиса. Как он влияет на рынок? Мы поговорим позже. Но рынок по... Ну это собственно мировой... Нет, это не мировой. А вот Европа и... Европа... Это регион США. Европа... И Африка. Да, Влижний Восток. Произмения такие пошли. Но это в принципе ключевые рынки. То в разработке так еще больше. Еще вырос. Еще больше вырос. Еще больше рост произошел. И ожидается. Собственно, рынок будет дальше расти. Что вы видите. Соответственно, будет больше средств. Больше инвестиций. Больше рабочих мест будет создаваться. И собственно вот. Какие изменения происходят в Северной Америке. Которые будут влиять на дальнейший рынок отсорсинговой разработки. Во-первых, сейчас постепенно после рецессии останавливается бизнес. И собственно они ищут новые способы конкуренции и работы на этой рынке. Сейчас государство в США выделило новую программу. Запустило по правоохранению. Только что Аркадий Докьян потом рассказывал. Про медицинские программы. Которые также воздействуют на все население Великое. И на каждого врача. Соответственно они выделяют все средства. Частично ведут это все плавно. Также называется медиа-медиапелликом. Собственно, которые всегда были требовательными прийти к технологиям. И сейчас, как наверное 15-20 лет назад, все еще с помощью IT ищут конкурентные преимущества. Есть одна книга, к сожалению, забыл даже как она называется. Которая говорит о том, что когда-то конкурентное преимущество было даже электричество. Когда стоит стайлок без электричества и с электричеством это было более эффективно. Сейчас IT технологии перестают со временем быть именно только таким конкурентным преимуществом. Только потому, что автоматизированное производство уже не приводит к таким же конкуренным преимуществам, как более эффективные методы. Но это никто не отменяет. И опять же в тех условиях, когда программный продукт несет с собой некие улучшенные бизнес-модели. Они при переменении на другой компании также могут дать какое-то неожиданное конкуренное преимущество, если есть понимание. То есть регулярность так еще продолжается. И в это будут вкладывать и продолжать вкладывать деньги. И если говорить про рынок Enterprise. Многие американские системы используют сервисы, которые написаны в 90-х годах. Есть такие, кто, наверное, здесь поддерживает. Есть такие. Без качек. А те системы, которые написаны и до 2005 года. Есть такие люди, которые на поддержках, на бахфиксах. Тоже, собственно, многие не признаются. Я не знаю. Но, на самом деле, это Java проекты. То есть все это, кроме того, что только потому, что устаревшие технологии, это не значит, что они менее эффективны. Правильно? Вопрос, скорее всего, в новых бизнес-подходах многих организаций бизнес-процессов. И фактор в том, что, собственно, идут какие-то новые методологии. MBA приходят новые студенты MBA. И они предлагают новые варианты. Поэтому все равно это будет, после рационарения экономики, продолжаться и улучшаться. Так же появляются новые проекты, новые подходы. Я писал в MIPI. Вопросы безопасности. Так же еще важные. Так же в них вкладывают. Управляются все больше подходы к мобелу технологии. Вариант называется, когда bring your device to yourself. Когда сотрудники все больше работают на своих технологиях. Здесь есть какие-то, кто работают на своих ноутбуках на рабочих местах. Есть таки несколько человек, да. А кто использует мобильные приложения во время работы. То есть какие-то бизнес-задачи тоже решают. В общем, на этот поток, сама идея не нова, но в нее сейчас больше внедряют и инвестируют. Те вещи, которые появились только недавно. Центры обработки данных. Private Clouds. Это тренды, которые сейчас появились. И под них также необходимо разрабатывать и развивать. И гибрид гиблийный SaaS. Когда, собственно, все эти сервисы, услуги, проекты, сервисы, также будут проявляться, использоваться, взаимодействоваться, пересекаться. Все это дальше развивается. И, собственно, вопросы. Как идут финансовые потоки? Какие последние тренды в плане финансов и экономики? Давайте давайте рассмотрим короткий квест. Как вы думаете, что... Ну, это понятно. Это Клаус, да? SaaS и Клаус. Вот это о чем интересно? Какие два тренда? Просто картинки. Бигдад. Бигдад, я думаю. Да, все правильно. Хороший подобрал картинки. Первое, по статистике, было сделано за последний год около 100 сделок на бюджет миллиарда долларов. Можете миллиарда долларов. По мобайл было столько же сделок. Четыре раза больше сделок, и бюджет четыре раза больше. И в SaaS произошло два больших поглощения. SaaS оплатил SuccessFactor за 3-4 миллиарда. И урок оплатил 1-5 миллиардов, где компания 1-5, 2-9. То есть, собственно, тренды в этом идут. Я не знаю, есть ли у компаний, которые работают в этих областях по мобайлу или SaaS совершенно нет? Хорошо. То есть я думаю, что те компании, которые будут открываться или открывать новые направления в SaaS-далл-проект, они будут в этом так или иначе перекликаться. И, собственно, вот также показатели инвестиций в уровне слияния поглощения в рамках SaaS. Как видите, ну это третий квартал 2011 года, второй квартал 2011 года. То есть общий процент компаний, который связан с этим, под поглощение этих компаний, под общей суммой. Собственно, все больше и больше компаний ее на таких поглощают. И спрос на них очень-очень высокий. И вот инвестиции в Big Data. То есть уже они растут. Как можно наблюдать, собственно. Также когнитарные тренды показывают очевидные вещи. И просто одна из картинок, которая показывает вообще, какой бывает в outsourcing. Знаете, с чем он касается onshore, onshore и onshore. Например, из Штата. Чем это сейчас? Ну, слава знакомые, но... Расскажите, расскажите, расскажите. Не томите нас. Не томите нас. Ну, если бы все уже говорили. Onshore, это, собственно, разработка на первых штатах. Если кто-то конкретно разрабатывает уже в этой же стране. То есть в Америке. Они конкретно разрабатывают уже в этой же стране. И часто даже сотрудники этой компании находятся в... Прямо прижают на офисы и работают. Бывает outsourcing о клиниках, да? Что же? Клининговые компании, которые выбирают, тоже, можно сказать, они работают в этом русском. Могут быть эти страны? Может быть, нет. То, чем многие outsourcing компании пытаются выделиться на тендерных площадках, например, или на тендеры, работая с Европой, они говорят, мы onshore. То есть мы рядом, мы в Восточной Европе, мы очень рядом, нам долететь два часа. В Минск, в Киеве, в Харкере чуть хуже у нас, как-то меньше векса. И поэтому, так говоря, это преимущество очень близкие часовые пояса. И offshore, который очень где-то далеко. Наверное, для штатов мы offshore. Для Норвегии, там, в Польше мы… В Польше есть какие-то, которые outsourcing в Польше? В Норвегии. Александр, Александр outsourcing еще и я. Мне, кстати, в этом был центр, туда ездил на каноле, чьи-то компании участвовали, там было будет в Польше. Посмотрим, как традиции на перепросах рынка. А что это, разработка на запах? Опять-таки, если интересно, презентация сброшу, вы рассмотритесь подробнее. Ольга перелесит, запишите e-mail. И, собственно, вот общие мировые тренды, которые использовала из отчета по IDC. Компания, которая генерирует очень дорогие отчеты с доступом по 4-5 тысяч долларов в год или в месяц. Это был отчет для Малайзии. Первые тренды, откуда использовала. То есть очень… Идут перекосы-праксы-пост, потому что многие компании уходят в специализацию, но, с другой стороны, все появляется, все больше компаний, которые разрабатывают, особенно за счет азиатских стран, Непал, Бангладеш. Население Бангладеша, вы же знаете, население России, да, приравнивается. 150-150 миллионов. Количество айтичников в Индии больше, чем население Украины. Хотя у нас уже 30-я страна по населению. Ну, собственно, белоруси 15, да, помню? 10. 10. Соответственно, у вас меньше, чем население, чем у количества айтичников. Найдут перекосы, потому что просто за дешевую разработку к нам уже не пойдут, может быть, и такие банальные вещи, но, с другой стороны, так как технология становится сложнее, все более пересекаются с бизнесом, то, соответственно, компания готова платить в этом случае более высокий рейт, да. И вот в Элюлитах также ожидается, что если компания, если это особенно какая-нибудь enterprise-компания или даже стартап, если она дает на аутсорсинг, она ожидает, что вы не просто будете делать, ну, вот, подходите поскольку к тому, что же нам нужно делать, как нам нужно меняться. Вы не просто будете делать то, что написано по ТСМ, а вы будете создавать какую-то некую дополнительную ценность, да? Понятно, что это значит, или непонятно? Ну, кому понятно, объясните. Вы выполняете свои трюшки продуктов, помимо того, что... Значит, свои трюшки продуктов. То есть, на самом деле, если, ну, вот, сейчас я напокнула и общаюсь с председательным заказчиком, он говорит, что если на этапе разработки или на ранней этапе я не слышу пожеланий облучения проекта от разработчиков, project-manager, то это плохой знак. Проактивность проявляется. Проактивность, да, активность. Кто считает, что в вашей компании такой есть, что добавляете ценности в компании? Кто считает, что можно было бы добавить больше ценностей? Говорят другие ценностей. Вот. Собственно, это те компании, которые будут выживать. Если вы не хотите конкурировать с индусами, которые готовы за чашку риса, code for it, нам нужно думать в этом ключе. Консолидация. То есть, в принципе, рынок бизнеса, вообще понятие бизнеса для Беларуси и Украины достаточно новое понятие. В последние секунды, 20 лет назад, за предпринимательство садили вообще. Даже за кражу. Это было такое же преступление. Учиться нам мало у кого. То же самое. С другой стороны, если так подумать, вы сами об этом знаете. Когда вы встречаетесь на встрече с одноклассниками или одноклассниками, когда они узнают, что вы работаете в IT, они, допустим, работают в строительстве или работают в коммерции. То, в принципе, мы действительно работаем на K1H. То есть, мы работаем в самом самом деле на технологиях в мире. То есть, мы конкурируем с другими компаниями в мире. То есть, не так много областей в Беларуси или Украине, которые конкурируют с другими областями в мире. Да. Калина Беларусь. Кстати, вот в Беларуси, у нас, в Украине, например, очень, и у вас, у вас в Украине, на самом деле, очень хорошие и меньше белорусских товаров. Моя девушка, например, очень любит молоко. У нас продаются белорусские двери. Глубокая заедет. На заботе от себя. 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 Хорошо. Но, в принципе, такие образы, которые могли бы контролировать номером рынка, их очень мало. Но, в то же время, у ПТР, который стал 5-10. Соответственно, сейчас он еще на этапе становления и постепенно идет такой тренд, что все больше и больше крупные компании получают маленькие. в Украине. В Беларуси тоже такой дороге есть? Я не знаю. У нас одна компания особо будет. Есть компания, но, чейка нельзя на засуду. Это конференция. Тренд локалити и network, social networks также не стоит менять. То есть, все это продолжает развиваться и в этой серии это отсутствует. связи связи между обычными бизнес-процессами и IT. Через mobile или social networks. Ну и, собственно, новые способы подачи. Сфера создания продуктов как сервис SaaS относительно новой модели сейчас уходит поток. Кстати, кто есть, который разрабатывает такие продукты? SaaS SaaS-решение для своих заказчиков. Их доля будет увеличиваться. Небольшая категория карикатура мне понравилась. Прочитаю, что мы наслушаем программирование в Bellton это, наверное, может быть, в Галбании и в Украине для того, чтобы использовать преимущества сдвига по времени. Хорошо, они прослеят за требованием и в конце дня сделают то, что мы придумали на острове. И здесь у тебя два этих alt-buncer они говорят, что до сих пор не поймут, что они хотят, а второй говорит давай зимовите, что мы умерли. Нам очень важно не быть такими вот, иногда если они понимают, что им нужно и предвариться мёртвыми, знаешь, я как петушка, которая в Лею потом может мёртвая и не трогать. Такой подход он у нас ведёт в то, что нам будет все ближе обращаться. И, собственно, вот вопрос что же идёт на ближайший подъезд, что рынок будет расти все больше будет их заказов. И также будет, кроме того, что будет просто разработка например, на дотнете, просто разработка на множественной сабочке на дотнете, на джава, на руби, на питоне, сейчас будет либо есть компания например, в Украине, а в Киеве, которая играет в себя, в Google у них там рейты не 20, 30, 40 долларов, а 100, 150, 200, за счет того, что у них очень классная экспертиза по разным высоконаруженным системам, по властям, они делают это для Google. То есть, есть одно такое направление. Тренды, какие будут, это разработка, например, CMS-систем для дизайнерской студии в Лондона. И в этой сфере вы работаете, соответственно, стоимость, вы можете, как специалист, продавать вот туру, свою компанию, или владельцам, не по 20-30 долларов, а, соответственно, гораздо больше, потому что вы уже владеете предметы областью, и вы можете за неделю сделать такой же объем работы, опять же, в сфере Ad, чем те компании, которые просто обитают на эти технологии. Также следующий подход, уход компании от просто разработки к консалтингу, когда вы можете консультировать компании, не просто вот, вот, мы пришли в ОТЗ, вот, мы его сделали, как всегда опоздали, а вот быть своего рода консалтерами, как каждый из вас может в своем области это делать. И также будет, возможно, эта компания, в которой вы работаете, также ее поплатит в компании, которую они нельзя назвать, очень вас стоит ожидать. И, конечно, вот, что, что будет для отрасли, что, все-таки не врет, как многие, в частности, в Украине говорят, что спрос на нее будет расти, позитивно, на линии партии. Повышать уровень сервиса компании, чтобы классно было приятно работать. На эту тему очень классно, Сергей Бережной, кто знает, он тоже не будет докладом, просто мне очень нравятся его доклады, и вы просто послушаете его тренинги про развитие компании, консульсника, и уход в специализацию. Ну и, собственно, самое важное для всех сидящих, для меня, что же надо здесь самим лично делать? Первое, что, не думать только о стороне стартапа. Да, рассмотрите вариант тоже, но даже если вы не стартапе, делайте на том месте, где вы работаете хорошо. Любите решать проблемы, потому что, вы на вашем рабочем месте, именно для того, чтобы решать проблемы. Технические, управленческие, финансовые, именно за это вам платят деньги, где бы вы ни были. Стараться относиться к, создать высокий уровень сервиса для ваших коллег, то есть так, чтобы с вами было приятно работать, вашему, вашим коллегам, вашему заказчику. И за это готовы платить деньги, более крупные деньги, чем если с вами будет лучше чего-то плохого бизнеса, чем с вами работать. Нормально. Глубоко старайтесь понимать, например, область, с которой вы работаете. У нас, например, из клуба Ожик, они специально возят в медицинский центр, чтобы показать, как работает медицина, чтобы они уже понимали, для кого не ходят на манерике. И старайтесь понимать, какой лицебизнес, на котором работают задачи. И, собственно, область стивилизации, также расширяйтесь. Программисты изучайте более новые языки. Пытайтесь понять, почему идут тренды Big Data, SaaS, Mobile, как это можете использовать, хотя бы никакое понимание. И тогда, когда у вас Project Manager спросит, на кого же я хочу поверить, вы можете сказать, да, мне это интересно, я могу это сделать. И, собственно, никто не отменял, все еще у вас есть перекос по-моему, изучение английского и понимание подсоцкиллс. Знаете, что такое соцкиллс? Артскиллс. То есть, навыки презентации, навыки переговоров, навыки решения конфликтной ситуации. Также это помышает ваш уровень. Вы можете решать более сложные задачи, чем у вас статистический бизнес. И, собственно, последнее. Я всех приглашаю гости ко мне на страничке. Добавляйтесь. Буду рад ответить на какие-то вопросы и помочь вам. Еще напомню, что кто хочет получить презентацию и те книги, о которых я говорил, подойдите потом коллеге, запишите свое имя и имейл и вы получите. Может, еще пару вопросов? Да. Олег Пухарыч, CEO компании может быть, из личного опыта вы говорите про бессонные ночи. В моем понимании должен быть в компании какой-то городообразующий третий, я так называю. Это крупный заказчик. И в то же время вы должны дегерансифицироваться, потому что есть риск не получения платежей. Какое оптимальное соотношение по вашему мнению должно быть между какой процент должна занимать образующие предприятия и Я скажу, что к счастью или к сожалению жизнь такого не дает. Ведет к вам заказчик и вы скажете я хочу нанять команду. Вы скажете нет, я не хочу, мне здесь всекаться не позволяет. Да нет, в то же время там оценки рисков должны быть, чтобы компания стала главной. У меня недавно было так, что 2 месяца назад у меня было 2 крупных заказчика и еще 4, которые формировали 80% бюджета и еще 20% формировали 10 других заказчиков. Все равно какой-то предмет одновременно с ними случились плохие вещи и все равно поставила какую-то компанию. Я считаю, что важно, чтобы это был не один заказчик. и были минимум 50% родителей заказчик и еще там 50% 5-10 рублей заказчиков. Вот это оптимальный вариант. Спасибо. Еще можно вопрос? Да, да. Спасибо всем за внимание. Спасибо большое. Спасибо большое. Зак Quick Cněсámел م. Спасибо большое.